друзья всем привет на связи кировитковский очередной ролик в котором мы будем говорить про он дизайн и про верстку мы уже с вами многое знаем многое многому научились и пришло время работать с текстом уже прям действительно по-взрослому речь пойдет про многоколоночную верстку я уже подготовил документ мой документ формата а4 и просто несколько абзацев текста и вот видите первая строка это такой некий заголовок давайте же начнем во первых я скорее всего не буду создавать отдельный ролик про верстку текста в одну колонку мне кажется что эта задача довольно таки понятной даже на интуитивном уровне но если у вас будут вопросы обязательно задавайте я запишу отдельные видосы и так у нас есть созданный текстовый фрейм обращая обращаю ваше внимание да он такой произвольной формы и в нем есть определенный текст давайте рассмотрим первый вариант создания многоколоночной верстки который довольно часто встречается у наших коллег но я против него но вы должны в принципе я считаю что вы должны знать о варианте таком созданием нескольких колонок и так вы делаете допустим первую вашу колонку ваш текстовый фрейм узким дублируете его и соответственно отсюда мы контент удаляем и соединяете в цепочку то есть таким образом вы можете создать имитацию многоколоночной верстки создавая определенное количество текстовых фреймов и заключая в их их бесконечную цепочку связей но чем это нехорошо допустим вы довольно долго верстаете какое-то издание вы можете делать это по этому методу но так или иначе у вас что-то может сместиться допустим на двух колонках не так страшно сделаем три колонки мы их выровняем с помощью инструмента выравнивания да чтобы у нас расстояние между колонками было одинаковое и что-то пошло не по плану что-то у вас немножко съехала вы этого сразу не заметили и все понеслось как бы одна маленькая проблема может за собой потянуть целый ворох неприятности поэтому я это не рекомендую делать помимо этого довольно сложно управлять расстояниями между колонок каждое изменение влечет за собой большое количество ручных исправлений это никому не нужно поэтому знаете что такой способ есть но если вы им пользуетесь то скорее всего вы любите много и часто переделывать поэтому давайте сразу о способе который необходимо делать во первых наверху вот тут есть два таких замечательных окошко первое окошко отвечает за количество колонок в вашем текстовом фрейме второе за расстояние между этими колонками вы можете его там увеличивать уменьшать зависимости от того какой эффект вы хотите достичь но довольно часто я сталкивался с вопросом что приходят студенты да или там слушатели курса говорят дружище у меня вот этих вот пунктов здесь наверху нету даже несмотря на то что у вас может быть правильный work space у вас этих окошек может не быть я понял почему это происходит если вы работаете на ноутбуке на 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 ноутбуке соответственно разрешение монитора она меньше и наверх может просто физически не помене помещаться нужное количество настроек поэтому альтернативный способ это правой кнопкой мыши нажимаем на текстовый фрейм выбираем текст frame options и здесь все те же самые настройки количество колонок их расстояние между ними и так далее кстати раз уж мы здесь есть очень классная интересная функция вот она называется balance columns если мы ее ставим давайте чуть-чуть видоизменю текст допустим удалим вот этот абзац об видите что у нас происходит у нас колонки сразу начинают подстраиваться под высоту соседних колонок это классная функция правда не уверен точнее не стоит эту функцию использовать в книге в книгах в целом потому что в книгах важно чтобы высота полосы набора а напоминаю полоса набора это область очерченная полями да все что находится как бы внутри полей желательно в книга чтобы полоса набора все-таки заполнялась сверху донизу но за исключением каких-то творческих возможно проектов мы говорим о книгах которые имеют действительно хороший массив такой текстовой информации и так возвращаемся в эти настройки правой кнопкой мыши по текстовому фрейму переходим в text frame options для меня сейчас эта функция будет не нужна поэтому баланс колонок мы отключаем все окей таким образом вы уже умеете создавать многоколоночную верстку и в том числе умеете понимаете как работать с расстояниями между колонками но на самом деле вопрос создание колонок не столько острый сколько вопрос а сколько же колонок мне нужно в моем макете создать почему и для чего вот тут начинается теория теория такая фундаментальная которую вы должны знать на зубок во-первых в наших российских гостах издательских есть рекомендации что строка текста должна включать от 40 до 80 символов о чем это говорит годами десятилетиями а может быть даже веками складывались понимание правильной гармонии гармонии с которой удобно взаимодействовать в том числе она складывается из длины вашей строки то есть по сути мы говорим о простой удобочитаемости читабельности да можете наверняка даже вспомнить книжки начала 90-х годов школьные книжки они были такого не у необычного формата где-то точно был не 4 куда урезанная 4 но строка этой книги в этих книгах она была практически во всю ширину страницы это было очень сложно читать там было большое количество символов это сто процентов это было выше рекомендуемых значений и довольно часто наверняка вы а может быть ваши там знакомые друзья читали эти книги прикладывая линейку только из-за того что строка была настолько длинная что глаз не просто терял ее мы читаем строку заканчиваем переходим на следующую строку и все мы не можем найти следующую строку это не круто так верстать нельзя итак учитывая эти вводные дан то есть мы понимаем что от 40 до 80 символов это такая оптимальная длина строки нам в рамках этих понятий в рамках этих цифр нужно двигаться как же это сделать по дизайне давайте же во первых я создам новый стиль назову его main текст как главный текст выберу шрифт ну допустим pts и риф нравится у меня действительно нравится хорошие незамысловатые классный шрифт и допустим 10 пункт всем так помимо этого сразу же сделаем выключку по всей ширине с выравниваем по левому краю обращаем внимание что сразу же у нас огромное количество дыр связано это с отсутствием переносов переходим в хиппи nation понимаем что переносы они у нас включены но они не расставляются переходим в третью галку в третье окошко называется 20 character formats и выбираем язык нам естественно нужен русский все теперь мы получили плюс минус адекватный какой-то вид но с ним нам еще придется работать и сохраняем наш стиль теперь для всех для всего документа для всего текста который у меня есть в файле применим этот стиль и так теперь нам нужно провести некий поверхностный анализ сколько же количество символов у нас находится в строке для этого переходим window и панель info а она у меня уже выбрана она у меня уже активно вот она здесь выбираем произвольную строку и он сейчас почитает какое количество символов нашем случае 26 4 слова соответственно одна строка и один абзац понимаем что это очень узкая колонка она нам не годится поэтому как бы мы не хотели как бы мы не хотели сделать три колонки на четвертом формате этим шрифтом и этим кеглем мы этого не можем себе позволить мы все-таки боремся за качественные макеты мы переживаем за удобство чтения наших макетов поэтому мы себе такое позволить не можем конечно же вы можете уменьшить размер кегля размер кегля допустим до 8 смотрим у нас получилось 37 символов но то есть это чуть ниже рекомендуемого значения но 8 кегель это уже знаете такое чтиво не из самых приятных это конечно ближе уже газетным размером это в газетах там 8 для основного текста такой прям минимум меньше которого точно нельзя делать а то обычно и 9 делают поэтому но не срослось не срослось у нас в этом макете сделать три колонки поэтому возвращаем во первых наш десятый кегель и уменьшаем количество колонок на 2 смотрим что у нас получается у нас строкам вы 44 символа по моему прекрасное значение это удобно читать и с этой колонкой будут удобно взаимодействовать следующее что вам нужно сделать то есть вы плюс минус уже определили количество колонок размер текста шрифт и так далее но важный момент если по какой-то причине вам придется изменить размер кегля по всему документу скорректировать шрифт либо его начертания то разумеется вам нужно будет просмотреть базовые вот эти понятия достаточно ли ширина колонки не маленькая ли она небольшая потому что от смены шрифта и естественно смены от смены кегля все ваши значения они могут могут скакануть как в нижнюю сторону так и верхнюю поэтому обращайте внимание обязательно на ваш шрифт на его особенности потому что бывают шрифты extended да и бывают наоборот конденсит узкие и ширина каждого грифа она будет в конечном итоге очень сильно влиять на удобство чтения и так допустим мы эту историю вот так вот сделали и она нас сейчас устраивает следующим шагом для в момент верстки нужно конечно же почистить ваш текст от я называю детскими ошибками верстки это двойные пробелы и пустые строки висящие предлоги которые вы здесь наблюдаете этого все быть не должно и для того чтобы с этим справиться мы воспользуемся скриптом do text ok я о нем уже говорил в отдельном видео видео находится вот здесь по ссылочке если вы еще не знакомы обязательно идите и скачивайте этот скрипт и так мы заходим скрипты кликаем внутрь нашего текстового фрейма и вызываем сам скрип все идет обработка быстро он обработался ведь у нас пустых строк теперь нету давайте же чуть-чуть лучше оформим наш текст так как у нас есть заголовок нам нужно сделать соответственно заголовок делаю его называю h1 ни на чем он базироваться не будет боджет будет тот же ptc пусть 20 кегля и допустим болт помимо этого я сделал отбивку после самого заголовка чтобы он хорошо отделялся от следующего абзаца абзаца основного текста пусть и будет 10 миллиметров просто ровное число вашем же случае вы можете это значение либо делать больше либо делать меньше либо она будет зависеть от количества от высоты вашей базовой линии шрифта это тот момент и опять же тоже фундаментально которым мы будем с вами говорить но позже и так у нас уже есть некая сформировавшиеся конструкции нам нужно ее привести в порядок во первых есть всего лишь два возможных варианта работы с массивом текста я сейчас говорю про отбивки абзаца то есть мы сейчас понимаем что вот тут вот благодаря вот этой строке оборваны да мы понимаем что это первый абзац со вторым абзацем его от его вытащить до из этого массива уже не так просто вот он где заканчивается третий абзац руки еще получше но в любом случае подобная верстка текста она не годится для удобства чтения вообще литераторами до редакторами я не знаю кем и каким именно но был придуман вообще термин абзац как раз для того чтобы одну мысль отделить от другой и верстки нам эту функцию абзацев надо тоже поддержать и помочь читателю в общем-то прочитать одну мысль справиться со своими мыслями в голове и перейти к следующему абзацу поэтому абзацы необходимо отделять первый вариант так видите у меня тут плюсик есть поэтому я сейчас делаю редефайн ставил все первый вариант мы идем в настройку айден конспрессинг и соответственно настраиваем отбивку после абзаца как я говорил в прошлых уроках это может быть отбивка и до абзацев и после абзацев все зависит от вашей ситуации это сугубо индивидуальная такая история надо смотреть по я не могу дать конкретных рекомендаций каким именно из этих пунктов вам пользоваться все-таки все зависит от того есть у вас картинки нет у вас картина какие у вас заголовки какие отбивки и так далее и тому подобное это все подбирается отчасти экспериментальным способом тоже но в нашем случае мы сделаем просто отбивки после допустим 3 миллиметра что мы видим у нас получилось визуальное отбитие одного абзаца от другого и этот метод он выполняет необходимую функцию второй метод он более академический и представляет из себя не отбивку абзаца друг от друга а наличие красной строки для этого опять же в этой вкладке мы вводим параметры для вот этого пункта first line in den соответственно отбивка первой строки абзаца вот что у нас получилось рабочий способ какое количество какое расстояние от левой стороны дать я прогнозирую до что могут возникать такие вопросы знаете с одной стороны наверняка на этот счет есть какие-то госты но если вы будете делать все по гостам в конечном итоге ваше произведение ваша верстка она может скатиться на уровень какой-то бюрократической бумажки не очень интересные не ритмичные и вообще с ней них одни хочется и будет хотеться взаимодействовать поэтому выбирайте в зависимости от ситуации где-то это будет цифра допустим там 7 миллиметров может быть она будет обусловлено не знаем просто вам так захочется в конце концов есть просто субъективное какое-то желание внутреннее чутье может быть это значение будет сильно больше и у вас будет какая-то такая знаете творческая верстка вы захотите чтобы красная строка была четко по центру абзаца никто вам это этому не будет говорить то что это неправильно это ваше видение возможно вы захотите вообще сделать инверсию красной строки я видел книги с таким приемом это выглядит действительно неплохо инверсия представляет из себя отбивку первой строки но в другом направлении для этого вначале вам нужно отбить всю левую сторону допустим на 10 миллиметров и на эти же 10 миллиметров отбить первую строку ваших абзац если но вот допустим месяц кажется 10 миллиметров излишне давайте сделаем 66 в одну сторону сторону 6 другую смотрите вот получилась такая довольно таки прикольная штука то есть первая строка каждого вашего абзаца она выезжает наоборот в левую сторону и тем самым сама собой первая строка ставит засечку говоря ей я абзац я начинаю здесь круто работает работает на ура давайте перейдем снова в эти настройки я хочу все-таки сделать академический вариант который у меня будет отбивка первой строки абзаца на 10 миллиметров посмотрите внимательно ничто ничего ли вас не смущает понимаю конечно что в данный момент и ответа никакого не получу поэтому сразу даю ответ очень сильно смущает наличие красной строки в первом абзаце смущает почему потому что в комбинации заголовок плюс абзац с красной строкой мы и получаем неприятную дырку то есть красная строка напоминаю нам нужно для того чтобы показать следующий абзац да а наличие заголовка само по себе априори говорит о том что у нас начинается текст и вот у нас новый абзац поэтому первые абзацы идущие после заголовка они должны быть без красных строк вот такое вот правило которым вы должны следовать поэтому для этого необходимо создать еще один абзац на стиль назовем его допустим first параграф вот так вот и white dance and spacing это значение удалим все стиль наш сразу применяется вот таким вот образом теперь это выглядит наряднее теперь это выглядит более профессионально но какие же могут быть еще варианты по верстке да кстати меня немного смущает мы вроде говорим про многоколоночную верстку и в то же время у нас текст на одной колонке не так много текста давайте я его просто скопирую и вставлю еще раз тут у нас будет абзац вот так вот это уже похоже на многоколоночную верстку и так что же нам можно еще сделать для того чтобы как-то добавить какого-то ритма возможно сакцентировать на первом абзаце возможно вам сразу в голову пришла буквица это первая буква которая значительно больше по размеру основного текста и прям притягивает к себе внимание часто это используют когда нету заголовка вот начинается книжка да и художественная литература не всегда обязана начинаться с какого-то заголовка заголовок может находиться на шмуце говоря о том что это там глава номер 3 неважно какой номер мы перепели эту страницу перелистываем и сразу начинается текст повествования и вот как раз и чтобы эта страница с текстом она выглядела более нарядно более привлекало внимание к первому абзацу и так далее для этого создается буквица раньше буквицы конечно использовались абсолютно декоративные сумасшедшие они могли занимать целых пол страницы это было было отдельное искусство нарисовать такую буквицу который мало того считалось бы буква так еще был бы интегрирован какой-то сюжет относящийся к этой книге но это такая небольшое лирическое отступление и так для этого мы переходим в параграф для первых абзацев который называется first paragraph и идем сразу в вкладку drop caps and nested style и вот эти параметры drop caps как раз таки параметры создания буквицы первый пункт говорящий называющийся lines он говорит о том какой высоты должна быть ваша буквица в одну строку текста два три пять и так далее обычно но давайте сделаем на одной соответственно буквица не работает потому что она и так является в высоту одной строки в две строки она уже увеличивается три четыре и так далее давайте мы остановимся на четырех есть еще удивительная функция возможность выбора не только первые буквы первого абзаца а может быть нескольких букв этого абзаца вот так вот это выглядит не знаю зачем это придумали в моей практике ни разу не получалось это использовать потому что невозможно предугадать какие именно слова либо комбинации букв будут в первом абзаце вашего соответственно издания и так помимо самой буквицы если вы не применяете к ней никакой символьный стиль она будет иметь то же самое начертание что и ваш основной текст для того чтобы показать какую-то динамику да какое-то разнообразие вы можете использовать новые символьный стиль для этого мы создаем новый символьный стиль непосредственно называемого давайте сразу называть все своими именами потому что иначе мы еще даже толком не начали верстать у нас уже три стиля абзацных и один символе хотя тут нету ни примечаний ни содержания вы рискуете запутаться если не будете называть это все своими именами и так называем это буквица у меня тут да у меня тут на самом деле стиль буквицы уже создан но я создам другой просто буква окей тут нам ничего не нужно мы оставляем тот же самый шрифт да допустим пусть это будет пт сырю но берем допустим italic размер нам не имеет значение потому что размер задается с количеством строк далее этом не все не нужно возьмем допустим подчеркивание довольно таки толстая по а все эту отбивки этого подчеркивания еще вернемся и допустим возьмем желтый цвет окей итак мы создали нашу буквицу вот таким вот образом пока что неказистым она выглядит и для того чтобы ее более интереснее сделать мы снова переходим стиль символьный стиль и дать у него им и так допустим пусть будет толщина больше оксет будет меньше я хочу чтобы эта буквица она просто была внутри плашки вот так вот и теперь давайте попробуем сделать и маженто и допустим цвет самой буквы белый выглядит паршиво поэтому вернул как было допустим желтый ну допустим так до условно говоря таким образом вы можете задавать любой стиль для вашей буквицы это может быть даже такой-то сумасшедший декоративный стиль шрифт потому что у вас нет никаких ограничений не по выбору шрифта не по его начертанию то есть такой вариант отбивки первого абзаца тоже существует и так небольшое резюме для верстки массивов больших массивов данных есть всего лишь два возможных варианта отбивки абзацей либо это отбивка абзацей между собой то есть разрыв какой-то между параграфами до либо наличие красной строки комбинации того и другого метода это знаете такой момент говорящий о том что правило существует но не для вас наверняка есть книги которые выглядят просто сумасшедшие и бесподобно и в них это правило нарушается жестким образом но подумайте нужно ли вам это возможно не везде возможно не всегда но в любом случае это выбор каждого я же в своей практике предпочитаю в этом вопросе оставаться все-таки таких академических понятий и так следующий момент на который стоит обратить внимание вот допустим здесь мне не нравится то что мой текст со второй колонки он начинается с уровня заголовка я хочу чтобы весь заголовок ему была отведена вся верхняя часть страницы что же с этим сделать видите я не могу корректировать высоту отдельно взятой колонки для этого я перехожу в стиль h1 наш заголовок и бегу во вкладку span columns span columns напоминаю эта функция позволяющая объединять стиль в многоколоночные верстки в одну либо там в меньшее количество колонок поэтому я выбираю пункт span columns и что вижу что весь наш заголовок теперь он занял всю ширину полосы набора на мой взгляд палку так вот получилось уже значительно лучше а если мы еще и сделаем какие-то более интересные отбивки ну просто сделаем больше эту отбивку допустим вот так все теперь это уже похоже даже на что-то все равно сырое но уже на что-то плюс-минус съедобное помимо этого ребят хочу обратить внимание на момент связаны с межстрочными интервалами я пока что об этом не говорил об этом будет отдельный большой ролик потому что в зависимости от шрифта от его начертания от пропорции самих глифов или букв этот межстрочник либо интер линьяш его нужно будет подбирать на по вашему такому субъективному взгляду то есть вы должны очень хорошо чувствовать вот эти вот пропорции и плотность самого текста вот на мой взгляд сейчас то что получилось мне кажется слишком плотным мне было бы наверное чуть проблематично читать поэтому я хочу сделать вертикальную разрядку для этого текста побольше по умолчанию это 12 пункт к 10 кеглю то есть по умолчанию интер линья считается 120 от размера кегля но это неплохо действительно неплохо работает в английском языке в языках в которых и которые базируются на латинице почему потому что так исторически уж сложилось что он кириллица и кириллический шрифт и буквы глифы кириллические они имеют всегда более широкое значение каждого глифа нежели в латинице и из-за этого вот это значение в 120 процентов от размера кегля оно просто не работает либо работает далеко не со всеми шрифтами поэтому моем случае я вот хочу эту значение увеличить вот сейчас получилось 14 14 многовато 13 чуть-чуть не недостаточно делают 13 с половиной это сейчас субъективная такая история мне я считаю что в 13 с половиной это окей помимо этого вот раз уж я не планировал об этом говорить но раз уж такой вариант здесь произошел а это ситуация называется висячая строка нам с ней нужно справиться сейчас прям расскажу как с ней побороться во первых обращайте внимание на подобные вещи висячие строки верстки это зло с которым нужно бороться почему все обусловлено функции все обусловлено удобством если у вас одна строка перескакивает создаться всего лишь одна строка всего лишь какая-то последняя мысль это может сбить с толка читателя мы всегда думаем о читателе и всегда хотим сделать его жизнь лучше и так для этого мы переходим в вкладку keep options в нашем стиле и и ставим галочку keep line together что мы здесь имеем у нас есть старт две линии и окончание тоже две линии если мы в окончании всю эту историю будем уменьшать или увеличивать допустим тут будут три линии то обратите внимание три линии последние три линии абзаца они всегда будут вместе то есть с помощью этих настроек вы сможете управлять отсутствием либо наоборот наличием до висячих строк давайте сделаем 2 2 все вот такая вот история и отдельно что я хотел сказать разумеется все что я рассказываю относительно колонок относительно символов строке это такие утопические мысли которым бы очень хотелось стремиться всем но не всегда мы можем не всегда мы властны над своими макетами не всегда мы властны над тем что у нас получается если наш клиент сказал то что дружище как хочешь мне наплевать на количество символов строке но я очень хочу я просто возможно родился ради этого чтобы сделать книгу с количеством символов строке меньше 40 ну вот предназначение мое такое и ничего с этим не сделаете как с этим быть как с этим бороться допустим вот наша верстка да она уже плюс-минус ничего но пришел клиент говорит я хочу так окей и вам приходится работать с большим количеством нюансов и косяков которую сейчас уже здесь заметны а именно очень большим расстояние между символами тут символы слиплись тут они разъедутся где-то наверняка есть еще и дыры между слов ну в общем полная чехарда как с этим справляться для этого вам нужно перейти в стиль вашего основного текста и переходить сразу же во вкладку джастифи кейшн эта вкладка которая позволит позволит вам чуть-чуть снивелировать все эти нюансы что она из себя представляет тут есть три основных одна таблица да с тремя основными строками первая строка это word spacing расстояние между слов базовое значение индизайна это 95 минимум допуска 100 процентов желательно и 105 максимальный допуск давайте это все уменьшать ну то есть сужать этот диапазон на несколько процентов 98 процентов поставим 100 и 102 так что видим значительных изменений нет окей идем к следующему значению это letter spacing это расстояние между буквами внутри одного слова у нас значение минус 5 мы меняем его на минус 2 чуть-чуть уже что-то изменилось на в лучшую сторону потом 5 меняем на 2 опять же какие-то там телодвижения небольшие произошли и последний момент это глиф скейлинг глиф это любой символ текста да то бишь буква индизайн считает что их можно искажать случае острой необходимости но я считаю что это и те значения которые стоят по умолчанию они несколько экстремальны поэтому я всегда ставлю 99 это минимальный до на 90 то есть если глиф искажается только на один процент так чтобы это не было заметно читать и то же самое с внешней стороны нашего диапазона ставлю 101 процент и так таким образом что мы получаем мы получили конечно же не идеально но уже более ровную равнозначную такую верстку но не забывайте что при условии что у вас будут всегда узкие колонки текста прямо какого-то идеального варианта будут создать очень очень сложно наверняка вы встречали такие газеты которые сейчас верстаются огромным в общем газет сейчас много верстаются они не пойми кем за минимальные деньги студентами там школьниками и вот таких проблем о которых я сейчас говорю там действительно много там может быть запросто расстояние между слов сантиметр несмотря на то что размер кегля там 9 и как бы всем все окей но я считаю что для нас должно быть не окей потому что мы с вами дизайнеры верстальщики это те люди которые я не побоюсь этого слова но которые воспитывают в нашем обществе правильную культуру потребления визуального контента от нее зависит и большое большое количество других тоже важных нюансов если захотите мы с вами как-нибудь сможем на эту тему поговорить возможно даже устроим вебинар какую-нибудь комнату создадим и все эти вопросы обсудим это довольно таки интересно итак значит то что здесь получилось мне не очень нравится и давайте последний подход я сделаю чуть чуть иначе допустим word spacing я сделаю 97 на 102 letter spacing один и тут тоже один но не нравится мне вот это вот значимость да тут получилось паршивая тут сделаем если 100 100 не очень давайте глиф 98 и 102 letter spacing минус 2 и 2 но кубы ничего с этим не поделать придется здесь ну то есть бывают моменты с которыми вообще ничего сделать нельзя на самом деле есть в наше время еще такие мастодонты верстки которые все эти вещи пытаются нивелировать вручную большой мне большой от меня им респект потому что это работа которая стоит просто десятки часов просто высматривание и дать у него не и всех этих мелких огрехов это большой большой труд вот допустим какие варианты могли бы быть быть здесь еще мы же есть возможность изменить ширину наших меж колоночных интервалов поэтому давайте его сделаем чуть поменьше допустим нет не получилось чуть побольше тоже не получилось боюсь что в данном случае единственное что получится сделать так это небольшое изменение кегля может быть 9 и 7 до может быть 9 там и 6 буквально по небольшим значениям вот видите вот теперь это значимый здесь вот случилось в таком виде но все равно так или иначе даже если какие-то локальные вещи вы сможете поправить в любом случае будут встречаться моменты которые будут вас раздражать и это большая проблема вообще узкой верстки это прям сложно с этим работать точнее давайте так не сложно с этим с этим работать не просто но там где не просто там и интересно одновременно поэтому дерзайте пробуйте а уверен то что у вас все получится жмите колокольчик и до новых видосов пока